Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, Шавуатов. И у нас сегодня новая недельная глава. Называется она Талдот. Наши мудрецы переводят как родословие. Вот родословие Ицхака, сына Аврагама. Аврагам родил Ицхака. Что это вообще такое? Что это вам что-то неизвестное здесь? Зачем это повторяется неоднократно? Равис Хагзильберг в Глаз Ливенной Памяти. Он говорит, что были шутники, которые говорили, что Сара родила Ицхака от Алимеллаха. Они же были в стране пришли в Алимеллаху. Мы это помним, когда она попадает во дворец Алимеллаха. Всевышний наводит страшное страдание, думаю, в Алимеллаху. Так вот, Всевышний еще раз повторяет, что врагам родил Ицхака. Мало того, он был похож на своего отца, как две капли воды. И написано, И было Ицхаку, когда взял он, было Ицхаку 40 лет, когда взял он Ривку, дочь арамейца Бетуэля, сестру арамейца Лавана, и спадам Арама себе в жены. И молился Ицхак Богу о жене своей, ибо она была бесплодна. И ответил ему Бог, и зачала Ривка жена его. И толкались сыновья в утробе ее, и сказала она, если так, зачем же я молилась? И пошла вопросить Бога. То есть, молился Ицхак, Всевышний ему отвечает. Молилась Ривка, еще и страдала при этой беременности. Всевышний именно ответил ему Бог. Почему ему, наши мудрецы говорят, потому что Ицхак был сыном праведника. Был сам праведник, и сыном праведника, врагом. А Ривка сама была тоже праведницей, но дочерь Рашиби Бетуэля, и сестрой этого злодея Лавана. В общем, Всевышний это все видит и отмечает нам. Толкались сыновья в утробе ее. Что значит толкались? Была необычная беременность, страшные страдания. Она спрашивала друг женщину, говорит, не знаем мы, не было у нас такой беременности. Когда она проходила мимо иглопоклонческого храма, то пытался один вырваться наружу. Когда она проходила мимо Хедра, Шема и Вера, второй пытался вырваться наружу. То есть была между ними все время война в животе у нее. И сказала она, зачем же я молилась, пошла попросить Бога. И ответил ей Бог, два племени в чреме твоем и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и младший будет служить, старший будет служить младшему. И настало ей время родить, и вот близнецы в чреве ее. И вышел первый, красный, весь как плащ волосатый, нарекли ему имя Эйсав. За ним вышел брат его, держась рукой за пяту Эйсава, нарекли ему имя Яков. Ицхак же был 60 лет при рождении их. То есть Эйсав родился уже готовым, волосатым уже родился. Мудрецы пишут, он уже с зубами, он уже готовый к этому миру родился. А Яков родился гладеньким. И писано, что вот Ицхаку 60 лет при рождении их. То есть Авраам, когда ему исполнилось 160 лет, получил такой подарок. Два внука от Ицхака. Вот. И написано, что Эйсав любил, Ицхак любил Эйсава за то, что охота была на устах его. То есть написано сразу, что стал Ицхак человеком, поле человеком охоты, Аяков, человека с мирным, жителем шатров, так написано. Арифка любила Якова. Каждому, чего не хватало, то и проявилось. В кого пошел Ицхак такой? Он был охотник, он был воин, он был деловой человек. и Ицхак видел в нем силу. Ицхак видел, что это достойный сын. Тем более, с отцом он себя вел очень достойно. Арифка, которая выросла в таком доме, где были бандиты ее, брат ее, папа, она хорошо понимала, кто такой ее сын Эйсав. И она любила праведника Якова, который учил Тору с отцом, который жил совсем другой жизнью. Мудрец Тора был. Потом написано. И сварил раз Яков кушанье. А Эйсав пришел с поля усталый. Наши мудрецы говорят, что значит он сварил кушанье? У них же богатейший дом у Ицхака. Слуги. Зачем ему что-то варить? Но есть заповедь такая. Когда умирает человек, то его родственники должны привезти какую-то похлебку. И чечевица эта похлебка, это фасоль без рта, маленькая такая красноватого цвета чечевица. И вот ее дают как поминальную похлебку. Почему Яков вынужден варить? Потому что умирает дедушка врагам. И кто-то должен отцу, значит, который находится в трауре, принести эту похлебку. Вот он и есть. Тот единственный, кто в мире должен принести. И он сварил. А Эйсав пришел с поля усталым. Что значит усталый? Поэтому дали ему прозвище Эдом. То есть рука устала убивать. В этот день он натворил много. Он убил царя Немрода в этот день, грабил его, забрал его вещи, хранил их у своей мамы в доме. Вот так. А еще он совратил чужих жен. И Всевышний не дал врагам удачи уже жить, потому что он не видел, что начал творить его внук Эйсав. И он говорит, дай похлебать мне красного, красного этого, потому что я устал. То есть не потому, что там похлебка, что дедушка умер, какие-то страдания, но и потому, что я устал. Поэтому дали ему прозвище Эдом. И Яков сказал, продай же мне теперь свое первородство, раз тебе все равно, морали у тебя особой нету, ты чисто материальный человек. И сказал Эйсав, ведь я хожу на свет, на смерть, хожу на смерть, на что же мне первородство? Яков сказал, клянись же мне теперь. И тот поклялся ему и продал свое первородство Якову. Он понимал, что с такой жизнью, бандит, какой он вел, он долго не проживет. Он хорошо это понимает. Он понимает, что он творит и хорошо понимает, что происходит. И он надсмеялся над Яковом, взял у него золото, купил у него Яков первородство. И все, он с друзьями посмотрел с Яковом, все. А Яков дал Эйсаву хлеба и похлебку щечевицы. И тот поел, и попил, и встал, и ушел, и пренебрег и сам первородство. То есть, договора заключились так. Хлебом и вином укрепил, поел, попил, и считалось, что все, договор составлен. Все, Ислам пренебрегает первородцем. Теперь Яков имеет право первородца. Что он дает? Доля первенца. То есть, пишется, что когда человек уходит с этого мира, он должен при жизни постараться дать первенцу двойную долю. Вот так. Двойная доля первенца. То есть, если у человека, допустим, 10 детей, он две доли отдает одному, а на остальные детей делит остальные 8 частей, допустим. Вот так это делится. В общем, то и произошло. Об этом сейчас вообще думать рано. Папа в 60 лет или в 75 лет сказал, вообще я еще молодой, вообще об этом нету, и сам вообще он понимает, что он долго не прожил, ему это не нужно. В общем, он пренебрег и продал. А на сегодня наш урок заканчивается. урок был западение до Шумуеву дяди Владимир бен Григорий, Берт об от Исраэль, моего брата Павел Бенефим, Самуил бен Герш, Хая Малка об от Йосиф, Мира об от Аврагам, Роза об от Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, за здоровье Светлана об от Клара, Шумон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Сони Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен София, Двоер бот Миря, Моисей бен Ева, Ирина бот Двоера, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бот Ида, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Владим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Ася бот Года, Марк бен Нина, Ир Рабат Вера, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бот Сара, Ида бен Хая Авива, Мазал парнаса Сгола, Ирина Батури, Арона Ребен Ри, Загрошенуха, Арона Ребен Двоера, Низ Бен Ахум, Абигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Парнаса Брюд, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина, Не Грешили, Читали Тору, Чили, Всем всего самого наилучшего, Всем желаю крепчайшего здоровья, И чтобы закончилась скоро эта война, И до следующих встреч, Надеюсь, нас встретится завтра в 15.30, Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok